Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание этих картин. Обед лодочной вечеринки или французский обед лодочной компании дежурной Канатье. Это картина французского импрессиониста Пьера Гюста Ренуара. Холст Масла 129 на 172. Дата создания 1881 года. Картина выставлена в салоне в 1882 году. Была признана тремя критиками лучшей картины на выставке. Была приобретена художником-дилером-меценатом Полем Дюран Рюэлем. А в 1123 году за 125 тысяч долларов у своего сына промышленником Дунканом Филлипсом, который потратил десятилетия на поиски этой работы. Сейчас она находится в коллекции Филлипса в Вашингтоне, округ Колумбии. Картина демонстрирует богатство, форму, плавность мозга, кисти и мерцающий свет. На картине, сочетающей фигуры, натюрморт и пейзаж в одной работе, изображена группа друзей Ренуара, отдыхающих на балконе в ресторане на берегу Сены в Шату, Франция. Художник и меценат Гюстов Кайбот сидит в правом нижнем углу. Будущая жена Ренуара Алина Чарига на переднем плане играет с маленькой собачкой. На столе фрукты и вино. Диагональ перил служит для разграничения двух половин композиций, одна из которых плотно заполнена фигурами, другая практически пуста. За исключением двух фигур дочери владельца Луизы Альфонсиной Фурнес и ее брат Альфонсо Фурнес-младшего, которые выделяются благодаря этому контрасту. На этой картине Ренуар запечатлел много света. Основной поток света исходит из большого проева на балконе, рядом с крупным мужчиной в однотонной одежде и шляпе. Майки обоих мужчин на переднем плане и скатерть – все это работает вместе, отражая этот цвет и распространяя его по всей композиции. Считается, что картина демонстрирует влияние итальянского художника эпохи возрождения Паула Веронеза на стиль Ренуара, в частности на свадебный пир в Канне. 1563 год. Одну из любимых картин Ренуара – Веронеза в Лувре, на которой изображена тема банкета, аналогичная теме обеда. Ну вот такое описание из Википедии к работе Пьера Гюста Ренуара, французского импрессиониста. Работа называется «Французский обед лодочной компании» или «Дежурный канатье». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok